На данный момент в Риге и Когу рассматривается целый ряд законодательных поправок. Среди прочего предполагается введение совершенно новых налогов. Залогового подоходного налога, новый аксесс на упаковку, налог на подслащенные напитки, на пользование дорогами для грузовиков и авансовый подоходный налог на кредитные учреждения. Председатель фракции оппозиционной партии реформ Ханна Певкур напомнил, что и президенты, и канцлер права, и различные предпринимательские организации выступили с осуждением в стиле законотворчества, когда в рамках пакета законов сосредоточены проекты, рассматривающие по сути совершенно разные проблемы. Более того, оппозиция утверждает, что проекты, преследующие абсолютно разные цели, еще и составлены в спешке и без глубокого анализа последствий. Мы видим, что шесть новых налогов придет, мы видим, что рейблотик у нас сегодня тоже на обждении, мы видим, что заключение выборов тоже над вопросом, и все это поставлено на один день. Значит, это ненормально, это не дает возможности обсуждать эти вопросы. И, конечно, я понимаю, что они хотят иметь голосов, но нормальная демократическая практика так не пойдет. Со своим коллегой совершенно не согласен представитель центристской фракции Михаил Стальнухин. По его словам, нынешнее правительство всеми силами пытается принять меры для введения прогрессивного ступенчатого подоходного налога, который должен помочь небогатым семьям иметь дополнительные 720 евро в год. Для того, чтобы поправки заработали с 1 января следующего года, они должны быть окончательно приняты за шесть месяцев до этого. Поэтому, по словам Стальнухина, он не понимает реформистов, которые, как он считает, просто отланивают сейчас от работы. Есть ограничения по времени. То есть все, что связано с налогами, акцизами и так далее, должно быть изменено за шесть месяцев до вступления в силу, то есть к первому июля. Поэтому, да, мы работаем сейчас как дизель в Заполярье. Поэтому, да, реформистам это страшно не нравится, потому что их электорат, ну, наверное, в значительной степени этого не поддерживает. Но наш электорат, электорат ИРЛ, электорат социал-демократов, а это абсолютное большинство нашего общества, поддерживает эти идеи. Поэтому мы будем работать здесь хоть сутками, хоть по ночам, хоть по выходным. И нам совершенно безразлично, что по этому поводу говорят реформисты. Как было сказано депутатами от коалиции, если надо, то заседание в среду может идти и ночь напролет. Главное, чтобы народные избранники разобрались в законопроектах и приняли правильное решение. Один из депутатов заявил, что те, кто боится работы, смогут завтра пойти отдыхать. Но тогда важнейшие для страны поправки будут приниматься без их участия. Алексей Вичканов, Вячеслав Скалицкий, Первый Балтийский канал. Вячеслав Скалицкий, Первый Балтийский канал.